Отправиться в прошлое Владивостока и вновь прикоснуться к памятным событиям, произошедшим в городе. Хронологический охват выставки с первых полос чуть больше 20 лет. Здесь вся новейшая история Приморской столицы. От полуразвалившихся предприятий и обвершалых фасадов зданий в начале 2000-х до саммита ОТЭС и последующей тотальной реконструкции Приморской столицы. Такая подробная ретроспектива не вызывает удивления, если учесть, что авторы выставки – журналисты. И сделали ее не просто так. Она посвящена 30-летию газеты «Владивосток». Мы решили показать фотографии, которые некоторые на самом деле были на первых полосах. Некоторые кадры отражают важнейшие моменты развития нашего города и его истории. А некоторые просто напоминают о том, как прекрасен наш город. И тоже это его история, только уже более что ли размытая. Примечательно, что выставку не стали разбивать на конкретные временные отрезки. По словам организаторов, это сделано намеренно, чтобы не навязывать гостю выставки впечатление от погружения в прошлое. Кстати, несмотря на солидный возраст некоторых снимков, все представленные кадры оцифрованы. Бумажные варианты, которые на пленке, мы решили пока не представлять в связи с тем, что это требует другого подхода и иметь другое качество. Большую часть фотографий в свое время делали именно в журналистских целях – осветить какое-то событие, подкрепить репортаж эффектом присутствия. Да и заглавный снимок для тиража тоже нужно из чего-то выбирать. Спустя годы некоторые из таких событийных кадров пригодились и в музейно-выставочном комплексе в ГУЭС. Я счастлив, что я работал и работаю с некоторыми из этих авторов фотографий, в частности с Алексеем Ворониным, со своим другом. И других фотографов я знал. И более того, мне нравится, что я вижу людей, которых я знал по жизни, которых уже нет с нами. И мы видим их живыми, какими они были тогда, какими мы их запомнили. И вот благодаря тому, что наши фотографы запечатлели их на фотопленке именно тогда еще, мы сейчас это все можем посмотреть. И я просто вспоминаю, благодаря им я вернулся в прошлое буквально на чуть-чуть. Выставка с первых полос продлится до 19 июля. А газета «Владивосток» тем временем продолжит рассказывать своим читателям о том, что происходит в дальневосточной столице и Приморском крае. Фотокорреспонденты газеты продолжат пополнять коллекцию событийных снимков запечатленной истории, зачастую уникальных. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.